Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Suzuki Avery 2001 года выпуска Двигатель 0,7 литра бензин Механика, полный привод Пробег на автомобиле 115 тысяч километров Заменю на нем передний ступичный подшипник Поднимаю автомобиль Снимаю правое колесо Снимаю суппорт, снимаю ступицу Поднял автомобиль, колеса еще не снимал Щелчки в подшипнике Колесо болтается Ну это рулевая рейка Ладно, снимаю колесо Снял колесо, снял проставку Здесь на всех колесах Стоят вот такие проставки Головкой на 30 Откручиваю гайку привода О, открутилось И привод ходит все хорошо Так, теперь откручиваю Суппорт С обратной стороны Два болта Головка на 17 Ну и суппорт Подвешиваю на пружину Снимаю тормозной диск Ну и Сдергиваю ступицу Обратным молотком О, маленькая Не подходит сюда На ступицу Обратный молоток Это не беда Сниму целиком И уже выбью просто ступицу Изнутри Откручиваю Крепление к стойке Откручиваю шаровую опору И откручиваю рулевой наконечник Его не только Он так Ставим Если вы знаете, «Биуины» Субтитры Ну и Куриная «Топица» «Темьца» 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 «Темька» «Темьца» головка на 17 шаровая головка на 14 и также снимаю датчик абс болтик на 12 датчик без проблем снялся только на датчике потертости как будто за него задевало выбиваю болт шаровой опоры и выбиваю болты цапфы также наконечник рулевой наконечник я наверное съемником сниму яблоко золотистый яблоко золотистой яблоко жидко яблоко Наконечник и тяга живые. Продолжение следует. Смотрите продолжение в следующей серии. Рычаг я тоже буду менять, это другое будет видео, но с этой стороны я его заменю сразу вместе, чтобы уже двойную работу не делать, не снимать его, а тот рычаг поменяю в другом видео будет. Вот, беру, откручиваю снизу две гайки, головка на 17, и откручиваю вот этот болт, и все, рычаг будет снят. Также соленблок, он видно перекошенный, раздавленный, шаровая уже свое отработала. Смотрите продолжение в следующей серии. И гайка, и болт на 14. Японец есть японец. Вот такой вот рычажок, соленблок небольшой. Шаровый уже делали разборный. Можно было бы, в принципе, перебрать, сухари поменять, пыльник заменить. Выкидывать не буду, хозяин разберется, что делать. Рычаг, как и говорил, бэушный с разборки. Рычаг. 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 Гайки затягиваю. А болт затяну, когда опущу автомобиль поднагруженным. Шаровая. Живее из живых. Ладно, выбиваю ступицу из цапфы. Вот ступица, вот так она крутится. Сухо. Сюда беру головку. Ставлю. И кувалды. Здесь коробку подложил, чтобы шпилька в бетон не билась. С этой стороны смазка есть. Подшипник смазан. Что ему не хватило, почему он стал шуметь, непонятно. Может быть время начало немножко желтеть, закисать. А может быть внутреннее. Я обойму внутреннюю не вытаскиваю, потому что стопор с этой стороны. Стопор сейчас сниму. И отсюда его через внутреннюю обойму выдавлю. А эту часть сниму сепараторным съемником. Снимаю стопорное кольцо. Иду в пресс. Поставил я снизу оправочку по ступице, чтобы подшипник в нее прошел. Выравниваю. И вот сверху оправочку, чтобы она во внутреннюю обойму упиралась. Ну и можно давить. В принципе, подшипник вышел довольно-таки легко. Здесь сейчас щеткой по металлу почищу. Вот это уберу. И уберу с пазика для стопора. Все, подшипник. Вот он. Да. Загудела эта сторона. Наружная, внутренняя была живая. Подшипник буду использовать фирмы Коя. ДАЦ-3562-W10-CS-51. Смазывать подшипник я дополнительно не буду. Я такие подшипники не разбираю. Хоть и говорят, что их надо разбирать. Нет, я их не разбираю. Так, размеры подшипника. Наружный диаметр 62 мм. Внутренний диаметр 35 мм. Ширина обоймы 40 мм. Ширина по внутренним обоймам, она такая же, 40 мм. Теперь беру оправку, подходящую сюда. Устанавливаю. Здесь почистил. Силиконовой смазкой смазываю. И так же силиконовой смазкой смажу сам подшипник. Так, вот это я уберу. Беру старый подшипник. Внутренней обоймы нет. Наружная обойма. И через старый подшипник запрессовываю. Все. 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 Можно ставить стопорное кольцо. Кольцо я тоже почистил. И на место установил. Теперь иду со ступицы, снимаю обойму. Одеваю. Вот такой съемник сепараторный. Вот здесь в прорезь. И гайки подтягиваю. Если вам посмотреть по прорези. ступицы. Теперь ступицы. Теперь ступицы. 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 Съемник простой, но очень удобный. Ступицы. Сюда такую опору. Ступицы. Все. Беру и кручу. Не надо ни пилить, ни скучать, ни долбить. Ничего. Ого. Кто-то ее болгаркой пропилил в свое время. Борозда такая глубокая. Борозда. Обойма снята. А здесь вот такая глубокая борозда. Не скупились ребята болгарки. Все. Иду. Иду запрессовываю ступицу на место. Вот эту убираю. И ставлю. Расставочку вот эту во внутреннюю обойму упираю. Силиконом смазываю ступицу. И устанавливаю. Все. Запрессовываю. Все. Ступица на месте. И никаких посторонних звуков нету. Можно идти устанавливать на автомобиль. Одеваю на место ступицу. И одеваю. Шаровую опору. Смазываю болты. Шарикон. Шарикон. Их. 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 Наживляю гайки. Также смазываю болт шаровой опорой. Был должен довольно-таки легко зайти. Дальше наживляю гайку привода. Ставлю на место датчик. Так вроде ничего за него не цепляет. Болтик тоже смажу. Наконечник, резьбу тоже смажу. Конус смазать не надо. Ставлю на место тормозной диск. И ставлю на место суппорт. Ставлю на место тормозной диск. Ставлю на место тормозной диск. Ставлю на место тормозной диск. И все, что я наживил, протягиваю. Ставлю на место тормозной диск. 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 Устанавливаю колесо, опускаю и затягиваю болт. Колесо установил, кручу пробую. Никакого гула, никакого болтания, никакого шума. И вот эти щелчки, которые были, их тоже нет. Опускаю, нагружаю. Я здесь отпустил, нагрузил, света нет. Хорошо видно, все рядышком, болт спокойненько затягивается. И на этом замену ступичного подшипника, а также попутно замена рычага я закончил. Всего вам доброго.